Привет всем, меня зовут Вика, и сегодня я вам покажу, как сделать новогодний макияж с серебряным бликом. Перед макияжем я хочу сделать уход, а именно маску с лифтинг эффектом. Обычно маски я наношу синтетической кистью плоской. Буду наносить на всю область лица, кроме области вокруг глаз. И не забываем про массажные движения, всегда двигаемся от центра к периферии. Теперь нужно подождать, когда маска высохнет, и снять ее пленкой. Начинать макияж буду с увлажнения. Под глаза нанесу крем от Биодерма. И аккуратно пальчиками растушевываю. Также можно нанести на подвижное веко. Сейчас я нанесу достаточно легкое увлажнение, поскольку маска была уже с интенсивным увлажнением и с лифтинг эффектом. Я буду использовать гель Биодерма. Буду наносить его руками. Обязательно соблюдайте движения массажные от центра к периферии, чтобы не растягивать кожу. Для увлажнения губ я буду использовать Лукас Папайя. Поскольку мой макияж на новогоднюю вечеринку, и мне нужно, чтобы он продержался долго, я буду использовать более плотный тон. Это Estee Lauder. У него достаточно средняя текстура, при этом натуральный финиш. Буду использовать кисточку пушистую, но при этом компактную и плотно набитую. Я люблю использовать этот тон, потому что через какое-то время после того, как вы его нанесете, он немного усаживается на коже и подстраивается под ваш оттенок. Тон я наношу на всю область лица, кроме области вокруг глаз. Тон очень хорошо перекрывает все с первого раза. В принципе, локально можно нанести консилер только в области вокруг глаз. Все покраснения он отлично убрал. Дальше я буду наносить консилер. Локально область вокруг глаз. Я выбрала MAC Studio Fix. Наношу его на все зоны, где немножко нужно высветлить кожу. Консилер можно растушевать либо пальчиками, либо кисточкой. Я буду использовать кисть. Маленькую пушистую. И аккуратно, мягко растушевываю. Также остатки консилера я буду наносить на подвижное веко. Стойкий консилер можно использовать даже как базу под тени. И очень важно, как вы держите кисть. Чем дальше от основания, тем ваше движение мягче и растушевываю. Прям максимально близко к ресничкам. Если вам нужно скрыть покраснение, то используйте оттенок консилера более золотистым под тоном. Чтобы сделать этот макияж более стойким, я сверху нанесу пудру. Пудра достаточно легкая, но она даст такой небольшой матовый оттенок. Наношу с помощью пушистой, мягкой кисточки. Набираю продукт и стряхиваю излишки. Движения должны быть очень мягкими и вальяжными. Основное внимание можно уделить зоне Т. Это подбородок, область вокруг крыльев носа и лоб. Также я немного припудриваю веки. Можно заметить, что кожа стала более заблюренной, матовой, но при этом не ушел сияющий эффект изнутри. Дальше я хочу сделать скульптурирование. Буду использовать вот такой скульптор Smashbox. Буду смешивать два оттенка, посветлее и потемнее. Возьму для этого пушистую кисточку. Набираю два оттенка, стряхиваю и наношу. От височка стремлюсь к уголку губ. Тем самым я делаю мягкую тень. То же самое с линией челюсти. Лобные впадины. Я не хочу, чтобы мое скульптурирование было очень плотным, графичным, а наоборот мягким. Мягким, плавным. Также можно нанести на подвижное веко, на впадинку. У нас получается скульптура лица. Лицо больше не выглядит плоским. И интенсивность, естественно, вы варьируете сами, насколько вам нужно глубже или светлее сделать эту тень. Следующий этап – это брови. Буду использовать сухие тени, потому что они дают самый мягкий натуральный эффект. И расчешу дополнительно прозрачным гелем. Для теней нам понадобится скошенная кисточка. Набираю самый светлый оттенок, стряхиваю излишки и имитирую волоски. Прорисовываю там, где мне не хватает. Итак, самое главное, чтобы ваши брови выглядели натуральными. И теперь я свои брови зафиксирую гелем для бровей. Я взяла арт-визаж, он немного с оттенком, но он дает такой глянцевый влажный эффект на бровях. Мне кажется, для вечера – самый раз. Мне нравится прочесывать брови достаточно лохмато. И самое главное – это макияж глаз. Под сухие тени я буду использовать базу Urban Decay. Нам понадобятся две кисточки. Это плоская и пушистая. Пушистая у нас будет для растушевки и плоская для нанесения. База телесного цвета. Наношу ее на подвижное веко. Подвижное веко – это у нас от ресничного контура до впадинки. И пушистой кистью помогаю растушевать. То есть, в принципе, на веке ее не особо видно. База служит для стойкости и для яркости макияжа. И пушистой растушевки. Дальше я буду использовать вот такую красивую палетку Huda Beauty. Смешаю два оттенка – коричневый теплый и фиолетовый. Когда набираете сухую текстуру, обязательно стряхивайте излишки. Буду наносить сразу пушистой кисточкой. Ставлю кисть в складочку. И растушевываю. Чтобы сделать растушевку еще мягче, я возьму дополнительно пушистую кисть и растушую. Вы можете использовать чистую кисть или кисть с корректором. У нас получается тень. То же самое делаем на второй стороне. Смешиваю два оттенка. Стряхиваю излишки. И наношу в складочку. Второй пушистой кисточкой я помогаю растушевать. Сразу хочу рассказать, почему я выбрала достаточно такой фиолетовый подтон. Поскольку мои глаза зеленые, на контрасте этот цвет еще сильнее подчеркивает цвет моих глаз. Тот же самый оттенок я нанесу на нижнее веко. Для этого я использую кисть более компактную. Поскольку нижнее веко гораздо меньше, чем верхнее. Чтобы было удобнее растушевать. И чтобы цвет не сполз вниз. Для этого нам нужна маленькая кисточка. Пушистая кисточка растушеваю. Растушевка должна быть безупречной, чтобы цвет уходил в кожу. Кто боится подводить нижнее веко, посмотрите, какой эффект в глаз становится больше. Чем шире ваша растушевка, тем шире взгляд. Вот такая тень у нас получилась на верхнем и нижнем веке. Следующий этап это серебряный блик. Его я буду делать с помощью серебряного пигмента и термальной воды. Для этого нам понадобится плоская кисточка. Смачиваю кисть. Набираю пигмент. Смотрим, что получилось. И наносим на подвижное веко. Максимально близко к ресничкам и до впадинки. Движения набивающие. Каждый раз смачивайте кисть, чтобы кисточка не была сухая. Чтобы растушевать край серебряного акцента, буду использовать пушистую кисточку. И мягко втушевываю в нашу тень. В этом макияже важно, чтобы один цвет плавно переходил в другой. Также я хочу добавить блик на галочку внутреннего уголка глаза. И также мягко подтушевываю. То же самое будем делать с другой стороны. Наносим на подвижное веко. Ставлю пушистую кисть в складку. И мягко растушевываю границу между двумя оттенками. И снова добавляю насыщенность серебряного цвета. Я использую влажный способ нанесения пигмента. Почему? Для яркости, для стойкости. И для того, чтобы лишний пигмент не осыпался под глазами. И также серый пигмент я добавляю в уголок глаза. Дальше моему макияжу нужна дополнительная тень. Я хочу прокрасить слизистую черным цветом. Буду использовать каяловый карандаш Smashbox. Прокрашиваю между ресницами и слизистую. Немного отодвигаю пальцами века. Приподнимаю. То же самое делаем с нижней слизистой. Чтобы растушевать нижнюю слизистую, я возьму плоскую кисточку. И немного подтяну черный цвет в нашу основную тень. И прокрашиваю слизистую и межресничный контур на второй стороне. И беру плоскую кисточку для того, чтобы растушевать эту линию. Смотрите, здесь по желанию. Я не люблю вытянутые смоки. Люблю смоки по форме глаза. Если вам принципиально, вы можете немного вытянуть линию внешнего уголка глаза. Вот таким вот способом. С помощью плоской кисточки. Также я хочу добавить немного тени. Изначально тот цвет, который я использовала на нижнее веко. Еще я хочу добавить отдельные блестки, глиттер. Именно над зрачком глаза. Буду использовать вот такую палетку. Думаю, смешаю два цвета. Также хочу нанести их влажным способом. Вообще все текстуры с сияющей основой лучше всего наносить влажным способом. Чтобы продукт не осыпался и приклеивался к веку. Такую текстуру лучше всего наносить с помощью подушечки пальцев. И ставлю блик над зрачком. Этот блик дает дополнительно влажный эффект. Вот так выглядит наше тени. Осталось нанести тушь. Тушь я хочу нанести максимально насыщенно. Может быть даже утрировать и сделать эффект паучьих лапок. Наношу тушь от корней ресниц зигзагообразными движениями. Если вдруг вы испачкаете тушью кожу, не спешите смывать сразу. Дайте туши подсохнуть и аккуратно снимите ватной палочкой. Я бы нанесла еще один слой туши для максимального эффекта объема и даже таких склеенных ресничек. Я закончила макияж глаз. Теперь хочу добавить румяна, хайлайтер и губы. Румяна я хочу использовать холодные розовые. Возьму оттенок 45 Bobby Brown. Куда наносить румяна? Ориентируйтесь на крайнюю линию радужки. Ставьте мягкое пятно и уводите в скульптор. И старайтесь не наносить очень близко к крыльям носа. Когда наносите румяна, не нужно улыбаться дополнительно. У вас должно быть расслабленное лицо. Потому что когда вы улыбаетесь, вы наносите румяна, перестаете улыбаться и ваш румянец немного опускается. Дальше я хочу нанести хайлайтер. Я выбрала сухую текстуру. Удобнее всего наносить хайлайтер плоской кистью в форме веера. Набираем, стряхиваем лишний продукт. И наношу на наивысшую точку скулы. Вот посмотрите, у нас тень. Здесь румянец, а вот здесь свет. Когда у вас прическа, собранные волосы, также можно сделать хайлайтер на уши. Поскольку это новогодний макияж, можно не стесняться и добавлять больше сияния. Добавлю на кончик носа. Линия вокруг губ. На вторую скулу. Тем самым у нас получается такое красивое локальное сияние. И в завершении макияжа я хочу накрасить губы. Для этого я выбрала прозрачный блеск. Не хочу, чтобы было несколько акцентов в макияже. Главный акцент – это глаза. Губы будут просто прозрачные, сияющие. Буду наносить с помощью плоской кисточки. Ну что, наш новогодний вечерний макияж готов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok